Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня небольшие покупки с магазина Фикс Прайс. Кому интересна тема Фикс Прайса, то оставайтесь со мной до конца обзора. Как всегда, я начну показывать товары от 99 рублей. И первое, что я вам хочу показать, может это некоторым не понравится, Купила я вот такие вот резиновые сапоги. У нас уже весна, дачи, деревню. И в этом году у нас обещали половодье, которого не было более 10 лет. Так как у нас в республике Башкортостан, особенно в Уфе и во многих других городах, в районах очень был обильный снег. Вот, и в общем резиновые сапоги в этом году, как говорят, будет актуально. И первый, вот, посмотрите, небольшой каблук. Вот такие недостатки, конечно, у него есть, которые можно отрезать спокойно. Очень хорошая подошва. Здесь сделано по-модному. Внутри не утепленные. И также хочу сказать, нет там стелек. В общем, у него дно внутри вот такое же, как вот здесь, такой же материал. Есть большие, небольшие такие вот недостатки, которые можно легко исправить отрезав. Отрезать спокойно можно ножницами. И вот такое здесь ребристое. Оно очень мягкое. Очень мягкое. Есть немножко химический запах. Ну, на улице будем одевать. Надеюсь, все проветрится. И давайте, кому интересно, можете посмотреть. Полусапожки женские. Изготовитель город Кисловодск. В общем, что еще хочу сказать. Ношу я 38-й размер летом, зимой 39-й. К сожалению, получается, слово даже к сожалению здесь не надо употреблять. Сначала я себе взяла 38-й, потом подумала, можно же, наверное, все-таки примерить. Примерила. И как оказалось, 38-й для меня очень большой. Даже 37-й размер для меня как бы на весну будет великовато. Ну, будет хорошо. Буду одевать теплые носочки. И получается, имейте в виду, что они большимерят. Вот такие вот очень даже хорошие, симпатичные резиновые полусапожки. За такую цену 99 рублей я рекомендую. Купила я их две пары. Также одинаковый размер 37-й. У меня вот две пары. За такую цену не жалко. Далее буду показывать за 50, так как тема касается полусапожек. Купила я вот такие вот стельки. Ароматизированные. Устраняет неприятный запах внутри обуви. Поглощает неприятный запах с ароматом мяты. Подходит для сохранения гигиенических свойств. Стельки рекомендуется менять один раз в два месяца. Как раз хватит на весну. Стельки по контуру, соответствующему вашему размеру. Очень все удобно. Посмотрите. И вот сами стельки. Вот такие вот зеленые. Кому какой нужен размер. Так все выполнено. И да, есть такой, знаете, запах. Вроде и ароматизированный. Но и также есть немножко запах резины химический. И стоили эти стельки по 50 рублей. Купила я их к резиновым сапожкам. Поэтому я показала вперед. В этот раз у меня за 77 покупок не было. Купила я за 55 рублей. Повторили мы колготки детские. 115-130. У меня у дочери рост 123-124. Цена товара 55 рублей. Вот такие очень красивые, симпатичные колготки. Очень нам нравятся за такую цену. У меня дочка в настоящее время носит такие колготки в садик. И ей очень-очень понравились. Вот такая вот сердечка. Она прямо получается на коленках. И очень так выглядит красиво. Очень достойное качество за 55 рублей. Покупали и будем покупать. Но, к сожалению, выбора в этот раз никакого не было. Я бы еще купила больше и другие цвета. Далее за 55 рублей купила я вот такие маргаритки. Посыпка кондитерская декоративная. Это вот такие вот цветочки. В отделе Пасхи, но я думаю, что это не обязательно, только к Пасхе можно. Я хочу как-нибудь сделать вот такой мини-торт с смесью, которую я купила с фикс-прайса. И как-нибудь обязательно вместе с вами. Тоже интересное будет такое оформление. 55 рублей. Также, опять же, я купила, осталось их у нас уже очень мало, по 55 рублей. Вот такие гелевые ручки. 10 штук. Это у нас яркие такие неоновые цвета. И остальные идут вот так с блесками. Они мне нравятся больше. Чем я так, наверное, скажу, я купила? Хочу вам показать. Очень я настроилась. Очень мне... Так, прошу прощения, задела я планшет. Очень мне понравилось это увлечение. Почему я покупаю еще больше гелевых ручек? Так, что они не экономичные. Они быстро-быстро расходуются. Даже здесь, если посмотреть, у меня вот такой вот более темный зеленый не хватило. Вот здесь уже более светлый зеленый, как светозеленки. Очень мне понравилось. Вот такого качества гелевые ручки. С ними очень легко рисовать, разукрашивать антистрессы. Здесь вот, если вам видно, то использовала гелевые ручки с блестками. Вот. И здесь тоже потихонечку начала. А неоновые, они вот такие вот яркие тоже. Есть время, когда разукрашивала. И буду разукрашивать. В прошлых покупках я вам показывала путешествия новые. И еще раз вот так ношу я их в косметичке. Вот они, мои гелевые ручки. Вот такой в косметичке. И еще за 50. Чуть-чуть не ошиблась, прошу прощения. За 55 все, больше нету. Далее за 50 рублей. Закончились у меня гели для стирки. Купила я гель для цветных тканей. Мне очень мне понравилось. И запах, аромат у него очень, очень, очень вкусный и приятный. И гель для стирки детского белья. Здесь уже идет, как написано, нейтральный аромат. Мне очень понравились эти гели для стирки. Я использую и порошки, но также предпочитаю вот такие вот гели. Впервые в Экспрайсе покупаю вот такие пакеты для мусора с завязками. 60 литров и всего, конечно, 10 штук. Они более такие плотные. Я покупала черные, которые я повторять не буду, потому что они очень слабые. Здесь вот получается завязка, которую тянешь вот так. Очень-очень плотные мешочки. Если понравится, будем покупать. За 50 рублей был только один такой размер. Трусы для мальчиков. Рос 134-140. Странно, почему здесь всегда пишут обхват груди. В прошлый раз мне в комментариях написали, а вы видели, что обхват я даже не заметила. А здесь, да, потом присмотрелась обхват груди. Очень сыну тоже понравились. Легкие, удобные. Вот такой вот красивый расцветок. Далее за 50 рублей купила еще чай Лисма, насыщенный индийский черный чай. Купила я мужу на работу, он попросил. Купила также, как называется это у нас, зажигатель. Вот, такую зажигалку. Вот, почему-то у меня сын долго как бы не боится, ну, или боится спичками. И пока он это все там думает, у него уже спичка полностью догорает. Поэтому вот я ему купила включать газ вот такой зажигалкой. И напишите мне в комментариях, можно ли включать газ такой зажигалкой. Потому что я покупаю впервые. За 50 рублей повторили вот такие вот конфеты. Немет. Они белые внутри. С разным вкусом. Каких только фруктов здесь нету. жевательные, мягкие конфеты. Нам очень понравились. Даю я детям по 3 штуки. Я даю им не сразу, а постепенно. В прошлых покупках у меня сын, когда выбирал себе какой-то товар в фикс прайсе, взял парусник, сувенир, корабль. Я думала, он его взял. А потом приходим домой, я говорю, а где твой корабль, парусник? Я говорю, а где твой корабль, парусник? Я говорю, что он не взял. И вот я решила, раз он хотел, это сувенир, он в последнее время начал собирать разные лего лего собирает их. И вот такой корабль-парусник, как сувенир. Очень красивый за 50 рублей. Вполне хорошее качество за такую сумму. Кому, если интересно, покажу поближе. Вот. Вот такой вот парусник. Далее пойдут товары за 25 рублей. Никогда я еще не покупала вот такие вот. Это у нас изделия хлебобулочные, сдобные, с начинкой венские вафли. нежный йогурт. Видела у Натальи, она постоянно покупает и хвалит их. Привет тебе, Наталья. Купила я со вкусом йогурта. Так, у меня здесь вот 5 штук. И еще один я не удержалась. открыла. Здесь было 4 штуки вот таких вот венских вафель. Очень мягкие, очень такие нежные, вкусные, неприторно сладкие. Очень понравились. Я думаю, что за 25 рублей даже сыну брать вот в школу, например, даже будет очень-очень здорово. Надеюсь, мои дети также оценят эти вафли. Купила я их 6 штук. И вот такой взбитые сливки был последний. Больше не было. Он лежал один. За годности снежный йогурт до августа. Этот вкус сливок до месяца июль. По 25 рублей. Очень даже хорошая цена. А далее видела у многих девчонок-блогеров вот такие арахисы в хрустящей корочке со вкусом бекона. Купила две штуки, потому что нам на четверых даже попробовать одной не хватит. Я понимаю, что это вкусная гадость, но мне тоже захотелось попробовать. И со вкусом сыра. Также две вот такие вот упаковки. Вот так они выглядят. Внутри арахис и снаружи вот такой хрустящая корочка. И стоили они по 25 рублей. В других магазинах, если посмотреть, то рублей 35 40 они точно стоят. Купила я свои любимые салфетки для интимной гигиены по 16 рублей 50 копеек от КТ. 30 влажных салфеток. Очень они мне нравятся. Их все хвалят. Покупала и буду покупать. Далее напоследок тоже покупаю купила по 4 штуки. Стоит одна 12 рублей 50 копеек. 4 яблочных 4 кофе с шоколадом и 4 новинки. с ароматом аронии. И что хотела я сказать моему сыну больше понравились вот такие вот батончики. Покупаю я отдаю я ему по 2 штуки каждый день в школу. Вот такие батончики очень удобно и очень очень вкусно. И вот такие были у меня покупочки на 1300 рублей. Если кому интересно адрес город Уфа проспект Октября дом 68 дробь 2 остановка юношеская библиотека. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставим лайки. И до новых встреч! Субтитры